Иное измерение русской культуры Антон Павлович Чехов Остров Сахалин Читает Евгений Бразов-Дружковский Глава седьмая. Краткое содержание. Маяк. Корсаковская. Коллекция доктора Супруненко. Метеорологическая станция. Климат Александровского округа. Новомихайловка. Потемкин. Экспалач Терский. Красный Яр. Бутакова. Прогулки по Александровску и его окрестностям с почтовым чиновником, автором Сахалино, оставили во мне приятное воспоминание. Чаще всего мы ходили к маяку, который стоит высоко над долиной на мысе Жонкьер. Днем маяк, если посмотреть на него снизу, скромный белый домик с мачтой и с фонарем. Ночью же он ярко светит в потемках. И кажется тогда, что каторга глядит на мир своим красным глазом. Дорога к домику поднимается круто, оборачиваясь спирально вокруг горы, мимо старых лиственниц и елей. Чем выше поднимаешься, тем свободнее дышится. Море раскидывается перед глазами. Приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с сыльной колонией. И тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу. Каторжные и поселенцы изо дня в день несут наказание. А свободные от утра до вечера говорят только о том, кого драли, кто бежал, кого поймали и будут драть. И странно, что к этим разговорам и интересам сам привыкаешь в одну неделю. И, проснувшись утром, принимаешься прежде всего за печатные генеральские приказы, местную ежедневную газету. И потом целый день слушаешь и говоришь о том, кто бежал, кого подстрелили и тому подобное. На горе же, ввиду моря и красивых оврагов, все это становится до нельзя пошло и грубо. Как оно и есть на самом деле. Говорят, что по дороге на маяк когда-то стояли скамьи. Но что их вынуждены были убрать, потому что каторжные и поселенцы во время прогулок писали на них. И вырезывали ножами грязные пасквили и всякие сальности. Любителей так называемой заборной литературы много и на воле. Но на каторге цинизм превосходит всякую меру и не идет в сравнение ни с чем. Здесь не только скамьи и стены задворков, но даже любовные письма отвратительны. Замечательно, что человек пишет и вырезывает на скамье самые мерзости, хотя в то же время чувствует себя потерянным, брошенным, глубоко несчастным. Иной уже старик и толкует, что ему свет постыл и умирать пора. У него жестокий ревматизм и плохо видит глаза. Но с каким аппетитом произносит он без передышки извощечью брань, растянутую в длинную вязь из всяких отборных ругательных слов и вычурную, как заклинание от лихорадки. Если же он грамотен, то в уединенном месте ему бывает трудно подавить в себе задор и удержаться от искушения нацарапать на стене хотя бы ногтем какое-нибудь запретное слово. Около домика рвется на цепи злая собака. Пушка и колокол. Говорят, что скоро привезут и поставят здесь ревун, который будет реветь во время туманов и нагонять тоску на жителей Александровска. Если, стоя в фонаре маяка, поглядеть вниз на море и на трех братьев, около которых пенятся волны, то кружится голова и становится жутко. Неясно виден татарский берег и даже вход в бухту Декастри. Смотритель маяка говорит, что ему бывает видно, как входят и выходят из Декастри сюда. Широкое, сверкающее от солнца море глухо шумит внизу. Далекий берег соблазнительно манит к себе и становится грустно и тоскливо, как будто никогда уже не выберешься из этого Сахалина. Глядишь на тот берег и кажется, что, будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что. За Александровском, вверх по течению Дуйки, следует селение Корсаковское. Основано оно в 1881 году и названо так в честь Михаила Семеновича Корсакова, бывшего генерал-губернатора Восточной Сибири. Интересно, что на Сахалине дают название селениям в честь сибирских губернаторов, смотрителей тюрем и даже фельдшеров, но совершенно забывают об исследователях, как Невельской, моряк Корсаков, башняк, поляков и многие другие, память которых, полагаю, заслуживает большего уважения и внимания, чем какого-нибудь смотрителя Дербина, убитого за жестокость. Для сынной колонии до настоящего времени больше всех сделали, в смысле ее созидания и ответственности за нее, два человека. Михаил Семенович Мицуль и Михаил Николаевич Галкин-Вроской. В честь первого названо маленькое селение из десяти дворов, бедное и недолговечное, а в честь второго селение, которое уже имело старое и прочное местное название Сиянцы. Так что только на бумагах, да и то не на всех, оно называется Галкино-Враское. Между тем, имя Михаила Семеновича Корсакова носит на Сахалине селение и большой пост не за какие-либо особенные заслуги или жертвы, а только потому, что он был генерал-губернатором и мог нагнать страху. В Корсаковке жителей 272, 153 мужчины и 119 женщин. Всех хозяев 58. По составу своих хозяев, из которых и 26 имеют крестьянское звание и только 9 каторжные, по количеству женщин, сенокоса, скота и прочее, Корсаковка мало отличается от зажиточной Александровской слободки. 8 хозяев имеют по 2 дома, и на каждые 9 домов приходится 1 баня. Лошадей имеют 45 хозяев, коров четверо, девятеро. Многие из них имеют по 2 лошади и по 3-4 коровы. По количеству старожилов, Корсаковка занимает на Северном Сахалине 2 линии первое место. 43 хозяина сидят на своих участках с самого основания селения. Переписывая жителей, я встретил 8 человек, которые прибыли на Сахалин до 1870 года, а один из них прислан даже в 1866 году. А высокий процент старожилов в колонии – это добрый знак. Внешностью своей у Корсаковка до обмана похожа на хорошую русскую деревушку, и при том глухую, которая еще не коснулась цивилизации. Я тут был в первый раз в воскресенье, после обеда. Была тихая, теплая погода, и чувствовался праздник. Мужики спали в тени или пили чай. У ворот и под окнами бабы искали друг у друга в головах. В палисадниках и в огородах цветы, а в окнах герань. Много детей, все на улице и играют в солдаты или в лошадки, и возятся с сытыми собаками, которым хочется спать. А когда пастух, старый бродяга, пригнал стадо больше, чем в полтора стоголов, и воздух наполнился летними звуками, мычанье, хлопанье бича, крик баб и детей, загоняющих телят, глухие удары босых ног и копыт по пыльной, унавоженной дороге, и когда запахло молоком, то иллюзия получилась полная. И даже дуйка здесь привлекательна. Местами течет она по задворкам, мимо огородов. Тут берега у нее зеленые, поросшие тальником и осокой. Когда я видел ее, на ее совершенно гладкую поверхность сложились вечерние тени. Она была тиха и, казалось, дремала. Здесь, как и в богатой Александровской слободке, мы находим высокий процент старожилов, женщин и грамотных. Большое число женщин свободного состояния и почти ту же самую историю прошлого, с тайной продажей спирта, кулачеством и тому подобным. Рассказывают, что в былое время тут в устройстве хозяйств также играл заметную роль фаворитизм, когда начальство легко давало в долг и скот, и семена, и даже спирт. И тем легче, что корсаковцы будто бы всегда были политиканами, и даже самых маленьких чиновников величали вашим превосходительством. Но, в отличие от Александровской слободки, здесь главной причиной зажиточности является все-таки не продажа спирта, не фаворитизм или близость сахалинского Парижа, а несомненные успехи в хлебопашестве. В то время как в слободке четверть хозяев обходится без пахотной земли, а другая четверть имеет ее очень мало, здесь, в Корсаковке, все хозяева пашут землю и сеют зерновые хлеба. Там половина хозяев обходится без скота и все-таки сыта. Здесь же почти все хозяева находят нужным держать скот. По многим причинам нельзя относиться к сахалинскому земледелию иначе, как скептически. Но что оно в Корсаковке поставлено серьезно и дает сравнительно хорошие результаты, признать необходимо. Нельзя же ведь допустить, чтобы Корсаковцы бросали ежегодно в землю две тысячи пудов зерна только из упрямства или из желания угодить начальству. У меня нет точных цифров относительно урожаев, а показаниям самих Корсаковцев верить нельзя. Но по некоторым признакам, как, например, большое количество скота, внешняя обстановка жизни и то, что здешние крестьяне не торопятся уезжать на материк, хотя давно уже имеют на это право, следует заключить, что урожаи здесь не только кормят, но и дают некоторый избыток, располагающий поселенца к оседлой жизни. Почему корсаковцам удается и хлебопашество, в то время как жители соседних селений терпят крайнюю нужду от целого ряда неудач, и уже отчаялись кормиться когда-либо своим хлебом, объяснить нетрудно. Там, где расположилась Корсаковка, долина реки Дуйки наиболее широка, и корсаковцы уже с самого начала, когда садились на участки, имели в своем распоряжении громадную площадь земли. Они могли не только брать, но и выбирать. В настоящее время 20 хозяев имеют подпашни от 3 до 6, и редко кто меньше 2 десятин. Если читатель пожелает сравнить здешние участки с нашими крестьянскими наделами, то он должен еще иметь в виду, что пахотная земля здесь не ходит под паром, а ежегодно засевается вся до последнего вершка, и потому здешние две десятины в количественном отношении стоят наших трех. Пользование исключительно большими участками земли составляет весь секрет успеха корсаковцев. При сахалинских урожаях, колеблющихся в среднем между сам друг и сам три, земля может дать достаточно хлеба только при одном условии – когда ее много. Много земли, много семян и дешевый, ничего не стоящий труд. В те годы, когда зерновой хлеб совсем не родится, корсаковцы выручают овощи и картофель, которые занимают здесь тоже солидную площадь – 33 десятины. Недавно существующая ссыльная колония со своим маленьким подвижным населением еще не созрела для статистики. При таком скудном цифровом материале, какой она до сих пор успела дать, волей-неволей приходится строить свои выводы лишь на одних намеках и догадках, при всяком подходящем случае. Если не бояться упреков поспешности вывода и данными, относящимися к Корсаковке, воспользоваться для всей колонии, то, пожалуй, можно сказать, что при ничтожных сахалинских урожаях, чтобы не работать в убыток и быть сытым, каждый хозяин должен иметь более двух десятин пахотной земли, не считая сенокосов и земли под овощами и картофелем. Установить более точную норму в настоящее время невозможно, но, по всей вероятности, она равняется четырем десятинам. Между тем, по отчету о состоянии сельского хозяйства в 1889 году, на Сахалине на каждого владельца приходится пахотной земли в среднем только полдесятины, то есть 1,555 квадратных сажень. В Корсаковке есть дом, который своими размерами, красной крышей и уютным садом напоминает помещичью усадьбу средней руки. Хозяин этого дома, заведующий медицинской частью доктор Петр Иванович Супруненко, уехал весною, чтобы экспонировать на тюремной выставке и потом навсегда остаться в России. И в опустевших комнатах я застал только остатки роскошной зоологической коллекции, собранной доктором. Я не знаю, где теперь эта коллекция и кто изучает по ней фауну Сахалина, но по немногим оставшимся экземплярам, в высшей степени изящным, и по рассказам я мог судить о богатстве коллекции и о том, сколько знания, труда и любви затрачено доктором Супруненко на это полезное дело. Он начал собирать коллекцию в 1881 году и за 10 лет успел собрать почти всех позвоночных, встречаемых на Сахалине, а также много материала по антропологии и этнографии. Его коллекция, если бы она осталась на острове, могла бы послужить основанием для превосходного музея. При доме находится метеорологическая станция. До последнего времени она находилась в ведении доктора Супруненко, теперь же заведует ею инспектор сельского хозяйства. При мне наблюдение производил писарь, ссыльно-каторжный Головацкий, толковый и обязательный человек, снабдивший меня метеорологическими таблицами. Уже можно сделать вывод из наблюдений за 9 лет, и я постараюсь дать некоторое понятие о климате Александровского округа. Владивостокский городской голова как-то сказал мне, что у них во Владивостоке и вообще по всему восточному побережью нет никакого климата. Про Сахалин же говорят, что климата здесь нет, а есть дурная погода, и что этот остров – самое ненастное место в России. Не знаю, насколько верно последнее. При мне было очень хорошее лето, но метеорологические таблицы и краткие отчеты других авторов дают, в общем, картину необычайного ненастья. Климат Александровского округа морской и отличается своим непостоянством, то есть значительными колебаниями средней температуры года, числа дней с осадками и прочим. Низкая средняя температура года, громадное количество осадков и пасмурных дней составляют его главные особенности. Средняя температура года колеблется между плюс 1,2 градуса и минус 1,2 градуса. Число дней с осадками – между 102 и 209. Тихих безветренных дней в 1881 году было только 35, а в 1884 году – в три раза больше 112. Для сравнения я возьму средние месячные температуры Александровского округа и Череповецкого уезда Новгородской губернии, где суровый, сырой, непостоянный и неблагоприятный для здоровья климат. Так пишет Павел Иванович Грязнов в книге «Опыт сравнительного изучения гигиенических условий крестьянского быта и медикотопография Череповецкого уезда 1880 года». Градусы по Ремеру у господина Грязнова я перевожу на Цельсия. Итак, в январе в Александровском округе минус 18,9, в Череповецком уезде – минус 11, в феврале в Александровском округе минус 15,1, в Череповецком уезде – минус 8,2, в марте в Александровском округе минус 10,1, в Череповецком уезде – минус 1,8, в апреле в Александровском округе плюс 0,1, в Череповецком уезде – плюс 2,8, В мае в Александровском округе плюс 5,9. В Череповецком уезде плюс 12,7. В июне в Александровском округе плюс 11. В Череповецком уезде 17,5 градусов плюс. В июле в Александровском округе плюс 16,3 градуса. В Череповецком уезде 18,5 градусов плюс. В августе в Александровском округе плюс 17. В Череповецком уезде плюс 13,5. В сентябре в Александровском округе плюс 11,4 градуса. В Череповецком уезде плюс 6,8 градуса. В октябре в Александровском округе плюс 3,7. В Череповецком уезде плюс 1,8. В ноябре в Александровском округе минус 5,5 градусов. В Череповецком уезде минус 5,7 градуса. Наконец, в декабре в Александровском округе минус 13,8 градуса. В Череповецком уезде минус 12,8. Средняя годовая температура в Александровском округе равна плюс 0,1 градуса. То есть почти ноль. А в Череповецком уезде плюс 2,7 градуса. Зима в Александровском округе суровее, чем в Архангельске. Весна и лето, как в Финляндии. И осень, как в Петербурге. Средняя годовая температура, как в Соловецких островах, где она тоже равна нулю. В долине Дуйки наблюдается вечная мерзлота. Поляков нашел ее 20 июня на глубине трех четверти Аршина. Он же 14 июля нашел под кучами мусора и в ложбинах около гор снег, который растаял только в конце июля. 24 июля 1889 года на горах, которые здесь невысоки, выпал снег, и все нарядились в шубы и тулупы. Вскрытие Дуйки за 9 лет наблюдались. Самое раннее – 23 апреля и самое позднее – 6 мая. За все 9 зим ни разу не было оттепеля. В 181 день в году бывает мороз, и в 151 дует холодный ветер. Все это имеет важное практическое значение. В Череповецком уезде, где лето теплее и продолжительнее, по Чернову, не могут хорошо вызревать греча, огурцы и пшеница, а в Александровском округе, по свидетельству здешнего инспектора сельского хозяйства, ни в один год не было наблюдаема сумма тепла, достаточная для полного вызревания овса и пшеницы. Наибольшего внимания со стороны агронома и гигиениста заслуживает здешняя чрезмерная влажность. В году бывают дни с осадками в средних 189, 107 со снегом и 82 с дождем. В Череповецком уезде 81 день с дождем и 82 дня со снегом. Небо по целым неделям бывает сплошь покрыто свинцовыми облаками, и безотратная погода, которая тянется изо дня в день, кажется жителям бесконечным. Такая погода располагает к угнетающим мыслям и унылому пьянству. Быть может, под ее влиянием многие холодные люди стали жестокими, и многие добряки и слабые духом, не видя по целым неделям и даже месяцам солнца, навсегда потеряли надежду на лучшую жизнь. Поляков пишет про июнь 1881 года, что не было ни одного ясного дня в течение всего месяца. А из отчета инспектора сельского хозяйства видно, что за четырехлетний период в промежуток от 18 мая по 1 сентября число ясных дней в среднем не превышает восьми. Туманы здесь довольно частое явление, особенно на море, где они представляют для моряков настоящее бедствие. Соленые морские туманы, как говорят, действуют разрушающим образом на прибрежную растительность, и на деревья, и на луга. Ниже я буду говорить о селениях, жители которых, благодаря главным образом этим туманам, уже перестали сеять зерновые хлеба и всю свою пахотную землю пускают под картофель. Однажды в ясную солнечную погоду я видел, как со моря надвигалась стена тумана совершенно белого, молочного цвета. Походила она то, как будто с неба на землю спустился белый занавес. Метеорологическая станция снабжена инструментами, проверенными и приобретенными в главной физической обсерватории в Петербурге. Библиотеки при ней нет. Кроме вышеупомянутого писаря Головацкого и его жены, на станции я еще записал шесть работников и одну работницу. Что они тут делают, я не знаю. В Корсаковке есть школа и часовня. Был и больничный околоток, где вместе помещались 14 сифилитиков и три сумасшедших. Один из последних заразился сифилисом. Говорят также, что сифилитики приготовляли для хирургического отделения морской канат и корпию. Но я не успел побывать в этом средневековом учреждении, так как в сентябре оно было закрыто молодым военным врачом, исправляющим временно должность тюремного врача. Если бы здесь сумасшедших сжигали на кострах по распоряжению тюремных врачей, то и это не было бы удивительно, так как местные больничные порядки отстали от цивилизации, по крайней мере, лет на 200. В одной избе уже в сумерках я застал человека лет сорока, одетого в пиджак и в брюки на выпуск. Бритый подбородок, грязная некрахмаленная сорочка, подобие галстука, по всем видимостям, привилегированный. Он сидел на низкой скамеечке и из глиняной чашки ел солонину и картофель. Он назвал свою фамилию с окончанием на кий, и мне почему-то показалось, что я вижу перед собой одного бывшего офицера, тоже на кий, который за дисциплинарное преступление был прислан на каторгу. — А вы бывший офицер? — спросил я. — Никак нет, ваше высокоблагородие. Я священник. Не знаю, за что его прислали на Сахалин, да и не спрашивал я об этом. Когда человек, которого еще так недавно звали отцом Иоанном и батюшкой, и которому целовали руку, стоит перед вами на вытяжку, в жалком поношенном пиджаке, то думаешь не о преступлении. В другой избе я наблюдал такую сцену. Молодой каторжный, брюнет, с необыкновенно грустным лицом, одетый в щегольскую блузу, сидит у стола, подперев голову обеими руками. Хозяйка каторжная убирает со стола самовар и чашки. На мой вопрос, женат ли он? Молодой человек отвечает, что за ним на Сахалин прибыла добровольно его жена с дочерью. Но что вот уже два месяца, как она уехала с ребенком в Николаевске и не возвращается, хотя он послал ей уже несколько телеграмм. И не вернется, говорит хозяйка с каким-то злорастом. Что ей тут делать? Сахалина твоего не видала, что ли? Легко ли дело? Он молчит, а она опять. И не вернется. Баба-то она молодая, вольная, чего ей? Залетела, как птица и была такова ни слуху, ни духу. Он не то, что я, да ты. Не убивала бы я мужу, а ты бы не поджигал, и мы тоже были бы теперь вольные. А теперь вот сиди и жди ветра в поле свою женушку, допускай вот твое сердце кровью обливается. Он страдает, на душе у него по-видимому свинец, а она пилит его и пилит. Выхожу из избы, а голос ее все слышно. В Корсаковке вместе со мной ходил по избам каторжный Кисляков. Довольно странный человек. Судебные репортеры, вероятно, еще не забыли его. Это тот самый Кисляков из военных писарей, который в Петербурге на Николаевской убил молотком свою жену и сам явился к градоначальнику объявить о своем преступлении. По его рассказу, жена у него была красавица и он очень любил ее. Но как-то раз, повздорив с ней, он поклялся перед образом, что убьет ее. И с этого времени до самого убийства какая-то невидимая сила не переставала шептать ему на ухо «Убей! Убей!» До суда он сидел в больнице святого Николая. Вероятно, поэтому сам считает себя психопатом, так как не раз просил меня похлопотать о том, чтобы его признали сумасшедшим и заточили в монастырь. Вся его каторга заключается в том, что в тюрьме ему поручено делать колышки для прикрепления привесков к хлебным порциям. Работа, кажется, нетрудная, но он нанимает вместо себя другого, а сам дает уроки, то есть ничего не делает. Одет он в пиджачный костюм из парусинки и наружность имеет благообразную. Парень недалекий, но говорун и философ. «Где блохи, там и дети», говорил он сладким бархатным баритоном всякий раз при виде детей. Когда спрашивали при нем, зачем я делаю перепись, он говорил, «Затем, чтоб всех нас отправить на Луну. Знаешь, где Луна?» А когда мы поздно вечером возвращались пешком в Александровск, он несколько раз, что называется ни к селу, ни городу повторил, «Месть есть самое благородное чувство». Дальше вверх подуйки следует селение Новомихайловское, основанное в 1872 году и названное так потому, что Митсуля звали Михаилом. У многих авторов оно называется верхним урочищем, а у здешних поселенцев пашней. Жителей в селении 520, 287 мужчин и 233 женщины. Хозяев 133, и из них двое имеют совладельцев. Пахотные участки показаны в подворной описи у всех хозяев, крупный скот имеется у 84, но тем не менее, все-таки избы, за немногими исключениями поражают своей бедностью и жители в один голос заявляют, что на Сахалине не проживешь никаким родом. Рассказывают, что в прежние годы, когда бедность в Новомихайловке была вопиющая, исселение вела в Дуэ тропинка, которую протоптали каторжные и свободные женщины, ходившие в Дуйскую и Вайвудскую тюрьмы продавать себя арестантом за медные гроши. Могу удостоверить, что тропинка эта не заросла еще и до сих пор. Те из жителей, которые, подобно Корсаковцам, имеют большие пахотные участки, от трех до шести и даже восьми десятин, не бедствуют. Но таких участков мало, и с каждым годом становится все меньше и меньше, и в настоящее время больше половины хозяев владеют участками от одной восьмых до полутора десятин, а это значит, что хлебопашество дает им одни только убытки. Хозяева-старожилы, искушенные опытом, сеют только ячмень, и свои пахотные участки стали пускать под картофель. Земля здесь не служит приманкой и не располагает к оседлой жизни. Из тех хозяев, которые сели на участки в первые четыре года после основания селения, не осталось ни одного. С 1876 года сидят девятеро, с 1877 года семеро, с 1878 двое, с 1879 четверо, а все остальные новички. В Новомихайловке телеграфная станция, школа, казарма для богодельщиков и остов недостроенной деревянной церкви. Есть пекарня, где пекут хлеб для каторжных, занятых дорожными работами в районе Новомихайловки. Пекут должно быть без всякого контроля со стороны начальства, так как хлеб здесь отвратительный. Каждому проезжающему через Новомихайловку не миновать познакомиться с живущим здесь крестьянином из ссыльных Потемкиным. Когда на Сахалин приезжает какое-нибудь важное лицо, то Потемкин подносит ему хлеб соль. Когда хотят доказать, что сельскохозяйственная колония удалась, то указывают обыкновенно на Потемкина. В подворной описи у него показано 20 лошадей и 9 голов рогатого скота, но говорят, что лошадей у него вдвое больше. Он имеет лавочку и есть у него еще лавочка в дуэ, где торгует его сын. Впечатление производит он делового, умного и зажиточного раскольника. В комнатах у него чисто, стены оклеены обоями и есть картина «Маренбад морские купания близ Лебавы». Сам он и его жена старушка степенны, рассудительны и в разговоре политичны. «Когда я пил у него чай, то он и его жена говорили мне, что жить на Сахалине можно и земля хорошо родит, но что все горе в том, что нынче народ обленился, избаловался и не старается». Я спросил его, правда ли говорят, что он угощал одну важную особу арбузами и дынями из собственных огородов? Он не моргнул влазом и ответил «Это точно, дынь здесь случается, поспевают». Потемкин прибыл на Сахалин уже богатым. Доктор Августинович, видевший его через три года после его прибытия на Сахалин, пишет, что лучше всех дом ссыльного Потемкина. Если за трехлетний период каторжный Потемкин успел построить себе хороший дом, завести лошадей и выдать дочь за сахалинского чиновника, то, я думаю, сельское хозяйство тут ни при чем. В доме Михайловки проживает еще одна сахалинская знаменитость, поселенец Терский, бывший палач. Он кашляет, держится за грудь бледными костлявыми руками и жалуется, что у него живот надорван. Стал он чахнуть с того дня, как по приказанию начальства за какую-то провинность был наказан теперешним Александровским палачом Комелевым. Комелев так постарался, что чуть души не вышиб. Но скоро провинился в чем-то Комелев и наступил праздник для Терского. Этот дал себе волю и в отмеску отодрал коллегу так жестоко, что у того по рассказам до сих пор гноится тело. Говорят, что если двух ядовитых пауков посадить в одну банку, то они заедят друг друга до смерти. До 1888 года Новомихайловка была последним селением под Дуйки, теперь же есть еще Красный Яр и Бутаково. К этим селениям от Новомихайловки проводят дорогу. Первую половину пути к Красному Яру версты три, мне пришлось ехать по новой, гладкой, прямой, как линейка дороги, а вторую по живописной тайговой просеке, на которой пни уже выкорчеваны и езда легка и приятна, как по хорошей проселочной дороге. Крупные строевые экземпляры деревьев по пути почти везде уже срублены, но тайга все еще внушительно и красива. Березы, осины, тополи, ивы, ясени, бузина, черемуха, таволга, боярышник, а между ними трава в рост человека и выше, гигантские папоротники и лопухи, листья которых имеют более оршина в диаметре, вместе с кустарниками и деревьями сливаются в густую непроницаемую чащу, дающую приют медведям, соболям и оленям. По обе стороны, где окончается узкая долина и начинаются горы, зеленой стеной стоят хвойные леса из пихт, елей и лиственниц. Выше их опять лиственный лес, а вершины гор высы или покрыты кустарником. Таких громадных лопухов, как здесь, я не встречал нигде в России, и они это главным образом придают здешние чаще лесным полянам и лугам оригинальную физиономию. Я уже писал, что ночью, особенно при лунном свете, они представляются фантастическими. В этом отношении декорацию пополняет еще одно великолепное растение из семейства зонтичных, которое, кажется, не имеет на русском языке названия. Прямой ствол, вышиной до 10 футов и толщиной в основании 3 дюйма. Пурпуро-красные верхние части держат на себе зонтик до 1 фута в поперечнике. Около этого главного зонта группируются от 4 до 6 зонтов меньшего размера, придающие растению вид канделябра. По-латыни это растение называется ангелофилум урсинум. Большинству авторов здешний пейзаж не нравится. Это от того, что они приезжали на Сахалин, находясь еще под свежим впечатлением цейлонской и японской или амурской природы, и от того, что они начинали с Александровской двое, где природа в самом деле жалка. Виновата в этом и здешняя погода. Как бы ни был красив и оригинален сахалинский пейзаж, но если он по неделям прячется в тумане или в дожде, то трудно оценить его по достоинству. Красный Яр существует только второй год. В нем одна широкая улица, но дороги еще нет, и от избы к избе ходят по кочкам, по кучам глины и стружками, прыгают через бревна, пни и канавы, в которых застоялась коричневая вода. Избы еще не готовы. Один хозяин делает кирпичи, другой мажет печку, третий тащит через улицу бревно. Всех хозяев пятьдесят один. Из них трое, и между ними китаец Пен, Оги, Цой, побросали свои начатые избы, ушли, и неизвестно никому, где они теперь. А кавказцы, их здесь семеро, уже прекратили работы, сбились все в одну избу и жмутся от холода, хотя еще только второе августа. Что селение еще молода и едва начинает свою жизнь, видно также из цифр. Жителей девяносто, причем мужчины относятся к женщинам как два к одному, законных семей три, а свободных двадцать, и детей до пятилетнего возраста только девять. Лошадей имеет три хозяина, коров девять. В настоящее время все хозяева получают арестантский паек, но чем они будут питаться впоследствии, пока неизвестно. На хлебопашество же, во всяком случае, надежды плохие. До сих пор успели найти и раскорчевать под пашню и картофель только двадцать четыре с половиной десятины, то есть меньше, чем полдесятины на хозяйство. Синокосов нет вовсе. А так как долина здесь узка и с обеих сторон стиснута горами, на которых ничего не родится, и так как администрация не останавливается ни перед какими соображениями, когда и нужно сбыть с рук людей, и, наверное, ежегодно будет сажать сюда на участки десятки новых хозяев, то пахотные участки останутся такими же, как теперь, то есть в одну восьмую, в одну четвертую и даже в одну вторую десятины, а, пожалуй, и меньше. Я не знаю, кто выбирал место для Красного Яра, но по всему видно, что это было возложено на людей некомпетентных, никогда не бывавших в деревне, а, главное, меньше всего думавших о сельскохозяйственной колонии. Тут даже порядочной воды нет. Когда я спросил, откуда берут воду для питья, то мне указали на канаву. Все избы здесь на одинаковый фасон, двухоконные. Строятся из плохого и сырого леса. С единственным расчетом. Отбыть как-нибудь поселенческий срок и уехать на материк. Контроля над постройками со стороны администрации нет, вероятно, по той причине, что между чиновниками нет ни одного, который знал бы, как нужно строить избы и класть печи. По штату, впрочем, на Сахалине полагается архитектор, но при мне его не было. Да и заведует он, кажется, одними только казенными постройками. Веселее и приветливее всех смотрит казенный дом, где живет надзиратель убиенных. Маленький, тщедушный солдатик с выражением, которое вполне подходит к его фамилии. На лице у него в самом деле что-то убиенное, горько, недоумевающее. Быть может, это от того, что с ним в одной комнате живет высокая и полная поселка, его сожительница, подарившая его многочисленным семейством. Он состоит уже на старшем надзирательском окладе, и вся служба его заключается только в докладах приезжающим, что все на этом свете обстоит благополучно. Но и ему не нравится красный яр, и хочется вон из Сахалина. Он меня спрашивал, пустят ли его сожительницу с ним вместе, когда он выйдет в запас и пойдет на материк. Этот вопрос его очень беспокоит. В Бутакове я не был. Названо так селение в честь Александра Михайловича Бутакова, начальника Тымовского округа. По данным подворной описи, часть которых я могу проверить и дополнить по исповедной книге священника, всего жителей там 39. Взрослых женщин только четверо. Хозяев 22. Готовы пока 4 дома, а у остальных хозяев стоят еще срубы. Земли под пашней и картофелем всего 4,5 десятины. Скота и птиц пока нет еще ни у одного хозяина. Покончив с долиной Дуйки, перехожу к небольшой речке Аркаи, на которой стоят три селения. Избрана долина Аркаи для поселения не потому, чтобы она была лучше других, исследована или удовлетворяла потребностям колонии, а просто случайно, только потому, что она находится к Александровску, ближе других долин. Читано по изданию Полное собрание сочинений Антона Павловича Чехова Издание 2 Том 15 Санкт-Петербург Издание Адольфа Федоровича Маркса 1903 Санкт-Петербург 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 Санкт-Петербург